Рустам Фаритович, здравствуйте! Уже подходит к концу работа Международной транспортной конференции в Астане. Осталась последняя буквально сессия. Поделитесь, пожалуйста, вашими впечатлениями о работе конференции. Что для вас было интересно и чем эта конференция может быть полезна для вашей профессиональной деятельности? Добрый день! В первую очередь, вы правы, что эта конференция очень значимая для всего транспортного сообщества Астаны. Да не только для сообщества Астаны, но и для каждого жителя города Астаны в целом. Ведь пользователи общественного транспорта, пользователи вообще транспортной системы города — это все население. Уровень мобильности города достаточно высокий сейчас в настоящее время. Но каждый житель ежедневно сталкивается либо с автобусом, либо с ITS, либо с системой обеспечения парковками, о которой мы говорим. Есть парковка, нет парковки. Очень много шума, очень много вопросов. Но рано или поздно мы приходим к тем тенденциям, к которым идет весь мир. Так вот, тенденция развития транспортного комплекса города Астаны, в которой сейчас проводятся конференции, с привлечением международных лучших экспертов, лучших мировых практик. Она позволяет каждому жителю города Астаны все-таки разъяснить, объяснить и показать тот тренд, куда мы идем. Так вот, та конференция, которую мы сейчас проводим, она позволяет ответить на главные вопросы. А как это в мире? А что оно дало? Ведь впервые внедряются платные парковки, впервые внедряется электронная система оплаты проезда. Многие не верят, многие не знают, многие не понимают технологии и систем, которые уже во всем мире давно работают. Мы не внедряем ноу-хау, мы не экспериментируем, мы лишь делаем то, что должны делать, и уже потребность к этому не за горами, она уже была вчера. Поэтому те технологии, которые мы сейчас озвучивали, те системы, о которых рассказывали, они отвечают всем мирным стандартам. Они отвечают всей этой мировой практике, которая ведется во всем мире. Так вот, если кратко и очень просто сказать, в этой конференции, она в первую очередь для людей, для жителей города и для транспортников. Отлично, спасибо. Рустам Фаритович, а какие темы и какие спикеры были интересны лично вам? Ну, на самом деле, я честно скажу, как говорится, с уважением, в первую очередь, к вам. Меня действительно было приятно услышать. Очень много делается совместно, но та работа, которая вами проведена за этот период, она проделана достаточно большой и емкой, а самое главное – эффективной. Поэтому мы вам благодарны. А с точки зрения все-таки иностранных, тех, кто выступал, у нас очень интересно рассказывали про систему LRT и Штангсузи. Очень важно рассказали нам опыт Москвы. Все-таки привели примеры такси. Наболевшая тема, очень многие про нее говорят, очень многие рассуждают о ней – хорошо, плохо, как, лучше, а давайте ничего не делать, давайте сделаем Uber, Entriver. Но все-таки вот вам пример хорошей Москвы. Он качественный, интересный, а самое главное – он эффективный, он работает. Во-первых, тот же менталитет, который у нас, те же проблемы, которые у нас по законодательству, те же условия, которые у нас есть по транспорту, по трафику. Мы очень похожи. Я, конечно, не могу сказать, что мы, как Москва, такие же большие, но это и есть наш плюс. Раз мы не такие большие, у нас есть возможность сделать все еще качественнее. Мы можем посмотреть эффект Москвы, мы можем посмотреть эффект других городов, в том числе Лондона, Сингапура и применить его к себе. Поэтому система такси – это, наверное, один из элементов, который очень сильно сейчас стоит на приоритете в нашей компании и вообще в Астане в целом. Это визитная карточка, как было сказано исполнителем Александром Внессом. Это именно Strategy Partners Group, которую большую участие приняли в московской системе. Они сказали главное, то есть, насколько хорошо ходит общественный транспорт, настолько эффективно отношение к транспортной системе и к городу в целом. Поэтому город, уже говорилось, город – это и кровеносная система, город – это и технологии, город – это и люди и так далее. Многое разное говорилось, например, сестра, да, как они применяли решения по транспортному планированию – это тоже важно. Так вот, если так резюмировать примерно выступление каждого спикера, каждый из них внес большую лепту уже в тенденции развития транспортного комплекса Астаны. Каждый из спикеров дал разъяснение, в том числе и специалистам транспортного комплекса, о том, как это было за рубежом и с какими проблемами они столкнулись. Они дали рекомендации уже, я думаю, в конце сессии, в конце заключения конференции. Мы также попросим экспертов, мировых лидеров в разных отраслях, именно по своей специфике, дать нам рекомендации более расширенные, более подробные о том, как мы движемся, куда мы движемся. Какие приоритетные направления нам еще стоит рассмотреть? Отлично. Рустам Фаритович, это первая конференция UITP в Астане, в Казахстане. Как вы оцениваете, что именно интеграцию Астаны, города, в международное транспортное сообщество и именно сотрудничество с международной организацией UITP? Вы знаете, наверное, самое важное и самое интересное можно сказать о том, как мы приняли участие в Миланском конгрессе UITP, которые так называемые транспортные олимпийские игры или транспортный ООН. Так вот, я могу с уверенностью сказать, это подведение итогов о популярности выступления, о популярности информации, то, которая была востребована, люди интересовались. Астана заняла второе место после выступления генерального секретаря. Вот представьте, насколько народ, мировое сообщество, насколько интересно именно то, что творится в Астане. Это не только популяризация внутри Казахстана или сказать, заявить о себе. Это популяризация по всему миру. Это бренд Астаны, это бренд транспорта города Астаны, это бренд Астра, который сегодня был презентован, который, я думаю, приживется в этом городе и люди будут знать, что если там написано Астра, то значит там есть качество, эффективность и благополучие для каждого человека, то есть и безопасность в первую очередь. Вот основные элементы. Мы не зря сегодня услышали приветственную речь Акима города Астаны, который сказал о главных вещах, о главных трендах Астаны, в которых ключевым является развитие общественного транспорта. И поэтому то вступление Астана-ЛРТ, Астры сейчас уже в настоящее время в состав Международного союза общественного транспорта подчеркивает те тенденции, те тренды, к которым мы стремимся и идем дальше. Спасибо, Рустам Фаритович, за ваше интервью. Я желаю вам дальнейшей плодотворной работы и успехов. Спасибо. Спасибо. Спасибо.